МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель в студии працуя Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня у поправочай колонии номер 4 открыли одновленный дом детяти. Стало вядома имя переможцы конкурсу мистер Гомель-2016. Сегодня означается день космонавтыки. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у поправочай колонии номер 4 открыли одновленный дом детяти. Это одиная подобная установа в Украине. Больше, как по устаходзе, тут доглядают за детьми, які народились у осудженных женщин. В ауражистой церемонии открытия дома детяти принял удел наш корреспондент Олег Сентюров. Первых новонародженных в этом доме детяти приняли в 1963 году. Правда, не в сучасном будинке, а в предстосованной былой солдатской казарме. За весь час основания установы огульная колькость выхованцев перевысила 2680 человек. Зараз в доме детяти поправочай колонии находятся 18 хлопчиков и 16 девочек в возрасте до 3 годов. Когда до этого возраста у женщины не завершается термин дневоления, детей переводят в специализованную державную установку. Есть еще один вариант. Так само довольно распространены. Их забирают родные. С початку этого года в доме детяти жаночной колонии заявились еще 7 выхованцев. Самая молодая мать 23 года, старающая 40. Бачиться с детьми им никто не забороняя. Обмежование минимальное, связанное, например, со знаходжением женщин на праце. По словам самих осудженных, никаких претензий до персонала у них нема. Выхованцы и доглядены, и накормлены. С дымки в установе администрация колонии дозволяя, а для прозвища женщин по этичных причинам просить не называть. У Натальи, у доме детяти, дочка Ангелина, якой у красавика исполнится 3 месяца. У колонии женщина будет находиться еще маль полгода, а тому до дому вернется разом с малой. В те дни, когда мы работаем, мы видим два раза ребеночка, то есть после работы или до работы. А в выходные дни мы гуляем с ребеночком 4 раза в день. То есть мы приходим, забираем ребеночка, если хорошая погода нам позволяет, мы играем на улице, если нет, мы играем в игровой комнате. Но так как наши детки еще совсем маленькие, Ангелинка еще маленькая, обычно на ручках где-то поговорим, поносим. Дома детяти, уже ночью поправшей колонии номер 4, завсюду надавалась повышенная увага. По словам тагачастного керавництва, навык утяжки 90-е тут золили организовать и якосный догляд, и повновартосное горчевання. Хоть кажуть об сучасных умовах, тады навык и не марили. По час ремонту, проведенного по инициативе Министерства внутренних справ, тут створили усе умовы, які повинны быть у сучасной дошкольной установи. Дом ребенка превратился в настоящий дом ребенка со всей инфраструктурой. Условия очень хорошие, на мой взгляд. Вся техника современная, все материалы отечественные, экологически чистые, видите, что все деревянное, кроватки, манежи и так далее. Ну и думаю, что в этой части мы немножко счастливее сделаем детство этих детишек. Дом детяти, уже ночью поправший колонии номер 4, различный на 50 выхванцев, а тому местах опая и для отпочинку, и для гульняв. До речи, дети тут соправдываются ленавитые, подтверждением чего становится концерт самой малышей удельницы, якого усяху полтора годы. После возволения некоторые женщины от своих детей отмавлялись, але правилом такие выпадки не стали. Народиться в колонии не самый лепший лес, але это зусим не значит, что такий початок повинен негативно повплывать на дальнейшее житет детей. Государство, конечно, делает все для того, чтобы у детей все было в эти первые три года. И мы видим какие-то замечательные условия, это и психологи, это и игрушки. Что будет дальше? Что будет дальше? В каких условиях дальше будет жить этот малыш? И будет ли ему столько внимания со стороны родственников, со стороны семьи? Поэтому самое главное, это, конечно, чтобы родители несли ответственность за своих детей. Протягиваем выпуск. У Гомеля открыли прием заявок для удела у третьем республиканским святия «Майстроу. Гомельская весна». И он пройдет с 18 по 21 мая в рамках международной выставы «Вясна у Гомеля». Местами ее проведения, як и в минулом году, станет территория вокруг каткаем ЖК «Сонечный» на Рэджинском проспекте. Организаторы чекают майстроу и рамесников с Беларуси и Замежа. Для удельника у Гомельская весна – пляцовка для презентации и продажу своих работ, а так само место для обмену в опыта. У программе – проведение майстер-классов. Заявки на удел приемаются до 15 мая уключна. Сегодня означается День космонавтыки. Гэтая свята установлена с нагоды первого полета человека в космос. У Гомеля в рамках долготерминового проекта «Планетарый» у библиотеки отбылся астрономичный вечер с выкладчиком и краезнауцем Владимиром Ларийоновым. Тема – космичными дорогами Гомельщины. Говорка ишла про уклад уроженцев нашего региона у развития ракетобудования и космичной техники. У центра уваги – советский навыковец Михаил Борисенко. Уроженец Гомельского района стоял для вытока у практичной космонавтыки разом с вядомым инженером-конструктором Сергеем Королевым. До того ж, наши земляки Василий Старовойтов и Анатолий Мицкевич занимались распроцовкой техники для первших советских луноходов. Мы здесь в Гомеле выпустили небольшую книжку, которая так и называется «Мы отковали пламенные крылья». Это книга, которая рассказывает о вкладе гомельщан, роженцев Гомельщины в развитии ракетостроения и космонавтики. У нас одна общая, но она действительно великая история. Поэтому мы должны ее знать, мы имеем полное право этим гордиться. А самое главное, что мы все-таки должны еще продолжать начатое. У Гомельским областным драматичным театры прошел финал конкурсу «Мистер Гомель-2016». За головный титул споборничали 15 стильных, спортивных и обаяльных конкурсантов. Как проходило яскравое и видовищное споборничество, ведая Ганна Корольчук. Мужчинские конкурсы при Гожосте мают значно больше теплую историю проведения, чем же ночи, и, конечно, выкликают меньше резонанс. Мистера Беларусь, например, выбирают с 2014 года. А в Гомеле самого при Гожего мужчину сегодня выберут в шестый раз. Зрешта от отделников чекают не только молодости и привабности, но и физичной силы, розума и знаходливости. До дела в конкурсе запрошали полнолетних хлопцев ростом не меньше за 180 сантиметров. А леяк отзначают члены журы. Это первый за все конкурс – все роды особ, а не все роды моделей. На протягу месяца под рыхтовки до финального шоу хлопцы наведовали тренажерную залу, гуляли с выхованцами детского дома и удельничали у интеллектуальным поединку. Все это для того, как показать разнобаковость и шматгранность кожного из удельников. Для меня конкурс красоты мужской, либо мистер Беларусь, даже не красоты, а именно мистер, это результат не одного какого-то времени, ежесекундного, а это, в принципе, образ жизни, который человек вел до этого. То есть он шел к этому, он занимался тем же самым спортом, он смотрел за собой, он получал какое-то образование. И это, наверное, основное. А сам конкурс – это как подвезение итогов, то есть маленький результат того, чего он достиг. Финальное шоу удовжилось две годины и складалось из пяти выходов. Подчас визитовки удельники представляли себе и отказывали на пытание ведущей. У якости хатняга задания кожный из хлопцев подрыхтовал властный вобраз и оригинальный выход, який его характеризует. А кроме того, глядачы убачили два дефиле и танцевальный номер. АПЛОДИСМЕНТЫ ВИЦЕМИСТЕРАМ И МИСТЕРАМ СПОРТ ТЫТУЛ МИСТЕР ГОМЕЛЬ-2017 И МОРСКИЙ КРУИЗ ПО ЕУРОПЕ отримал 23-годовый инженер Ягор Лёгоньки. Наверное, если честно, я ошеломлен. Ну, я верил в свою победу и рассчитывал на победу, но все равно поражен. Не понимаю сейчас, что происходит. Главное быть собой. Быть собой, выступать на сцене в удовольствии, держаться молодцом, немножко нервничать и стихи рассказывать, как оказалось. Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер. Гомель» запрошает поговорить про сучастные исторические тенденции в белорусском оденне. Решится, что после мовы народное оденне – наиважнейшая этничная отметность. Их это, саправды, так. Больше 90% с того, что мы запоминаем один про одного, складая уражение от внешности. Кто и как распрацовывает сучастное оденье. Те корыстаются по пытам модели с элементами традиционного белорусского костюма. Специалисты и удельники программы откажутся на это и иншее пытание. А так само познайомят глядачоу с элементами неглубского строя и аксессуарами конца 19-го, початку 20-го стаходя. Глядите, добрый вечер, Гомель. Управым эфиры сёння у 20.40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. Гэты и иншэ новины вы можете знайсти на нашым сайте у интернэте по адресе www.tsviergomel.by. Далее у эфиры спортивный агляд. С новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Максим Савин.